Мы говорили, как Господь приготовляет наше сердце. Как мы приготовим свое сердце, а теперь придем к различным способам, как Бог говорит. И когда я изучал Библию, я увидел 19 способов. Если вы знаете какие-то другие, то покажите мне тоже. В следующий раз, когда я буду учить, я буду учить о 20 способах, как говорит Бог. Первое — ангелы. Деяния 8, 26. А Филиппу ангелы Господин сказал, «Встань, иди на ползень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». В этом случае ангел обращается к Филиппу. Интересно, что также Дух Святой говорит нам. И почему же в этом случае Дух Святой не сказал Филиппу? Я думаю, для меня это вообще бы намного проще было. Почему ангел пришел и говорил ему? Потому что это очень важно. Потому что это был очень важный момент. И возможно, это было что-то выдающееся, и так Господь к нему не обращался. Так как Филипп проповедовал, и потом произошло пробуждение. И Господь говорит Филиппу, «Оставляй это пробуждение, иди в пустыню». Видите? Опять пустыня. Я даже не обратил внимания. То есть он такой радостный, и люди спасаются, наполняются Духом Святым, и стреляются. Также происходят чудеса. И Господь через ангела ему говорит, «Теперь иди, встань, иди в пустыню». И все мы знаем историю, он приходит в пустыню, и потом он встречается с ефиопианином, с евнухом. И так получилось, что он читал в это время отрывок из Исаии. Именно в тот момент, когда приходит Филипп. И Филипп подходит к этому ефиопианином, спрашивает, что он делает, что читает, и потом рассказывает ему Евангелие. Поэтому Господь может говорить к нам через ангелов. Это более необычный такой способ. И если ангел придет к вам и скажет вам что-то, то вы можете быть уверены на 100% что что-то важное произойдет. И так и бывает. Людям ангелы обращаются. И еще много таких историй подобных можно найти. Если взять слово «ангел» это «посланник». Поэтому первостепенное служение ангелов – это быть посланниками. И в Евреям говорится, что ангелы как служители, посылаемые для нас, для последователей Господа. Поэтому ангелы приходят и физически прикасаются это прикосновение Господа. Иногда защищают нас. Иногда они дают обеспечение от Господа. И каким-то образом в этой тайне Бога по тайне Божественной ангелы занимают ключевое, одно из ключевых мест. И если вы изучите Библию, вы увидите различные виды ангелов. Серафимы, херувимы. Также различные ранги ангелов. И даже их описание разное. Также узнаем, что были ангелы у трона Божьего, которые отражают Его славу. Также Писание говорит, что Люцифер был одним из этих ангелов. И те ангелы, которые были у Ковчега. over many. Leaders of many? What? Like an army, like a general. Can you name two archangels in the Bible? Ark? General angels. Какие архангелы главные в Библии? Михаил, Гавриил. So you see Michael as an angel, like a general watching over Israel. So there are different angels who have different assignments or different purposes. I don't believe we can command angels and start telling them what to do. I don't believe, что мы можем начать приказывать ангелам и говорить им, что делать. А ну, ангел, поди принеси мне обед, я голоден. Я верю, что мы можем молиться Господу во имя и власти Иисуса Христа. И потом Господь посылает ангела, чтобы сделать то, что нужно сделать. Поэтому ангелы имеют определенную роль в нашей жизни. Много лет назад мы с женой были в Колумбии, Южной Америки, в Богате. И мы там были с командой и мы проповедовали и за шесть недель где-то пять тысяч человек покаялись. И я думаю, что дьявол был очень зол. И мы шли по улице без лишних деталей и одна группа напала, хотела напасть и побить меня. Шесть. Шесть-семь человек мужчин. Тогда наши дети были очень маленькими еще. И один у него был нож и хотел меня лоткнуть в спину нож. и я упал на землю. И я упал на землю. Не успел как бы... Нож пролетел мимо и только поцарапал мой палец. Затем забрали мою сумку и убежали в рюкзак. Это была очень опасная ситуация. И мы почему мы там шли потому, что не было никакого такси, никакой машины. Мы хотели слоить машину, но не было. И затем какой-то бежит мужчина в такой как бы у него форма как футбольная такая на нем. Он подбегает к нам и он говорит, я хочу помочь вам. и он выбегает на дорогу и останавливает такси. Затем нас заталкивает в это такси. И он говорил на идеальном английском языке без никакого испанского акцента. И тогда мы спаслись. И затем на следующий день Дух Святой говорил мне и моей жене что это был ангел. И в принципе такое физическое явление ангела в моей жизни было только в тот раз. И Бог может говорить к нам через ангелов. Вторая. Можете записать остальные места писания. Бытие 19.1 32.1 Псалом 102.20 Луки 24.23 Евреям 13.2 И Евреям 13.2 Поэтому можете записать эти отрывки. Ссылки. Второй способ как Бог обращается к нам это слышимый голос. Деяния 9.4 Деяния 9.4 пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам чтобы кого найдет последующих с ему учением мужчин и женщин связав приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску внезапно осеял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос говорящий ему Саввел, Саввел что ты гонишь меня? Апостол Павел слышал этот слышимый голос. Интересно он услышал эти слова а другие не поняли что это были за слова. Интересно еще одна ситуация похожа когда было крещение Иисуса. Это Сын Мой возлюбленный в Котором Мое благоволение. И если я помню для других тот голос был как гром. Затем следующий исход 3-4 Первое царство 3-1-10 Множество других примеров Писания просто несколько упоминаю. Очень важно понять что в различные времена Бог говорит по-разному к нам. Иначе вы будете ожидать что Бог к вам обратится так же самое как это было в прошлый раз и вы другие разы не заметите. Однажды Бог ко мне обратился как я думаю таким слышимым голосом. Мне было где-то 18 лет и я шел недалеко от своего дома на гору покурить марихуану. В тот момент марихуану я не курил. Но у меня была такая привычка и курить марихуану настолько часто и много насколько возможно. Поэтому я скручивал свою трубочку и Бог сказал мне. Я был христианином. То есть я до этого встретил Бога 3 года до того. И я был крещен Духом Святым и говорил языками. Но может быть в церковь ходил год или полтора года. А затем начал снова с друзьями общаться и делать то что раньше делал. И потому я знал что правильно было. Просто я не хотел делать правильное. У вас были такие ситуации? О, у нас 3 честных человека. Это хорошо. Поэтому я там был а там Бог начинает говорить мне. И когда Он проговорил ко мне несколько вещей произошло. Такое ощущение что я в вечность попал. и я смотрел на свою жизнь. Я не знаю как это объяснить. Я не могу это объяснить. Но внезапно я увидел свою жизнь и я понял насколько она короткая. и этот момент откровения понимания это и я сразу понял я глупец придурок вообще идиот. Потому что реальность вечности реальность того насколько коротка моя жизнь я точно подумал что я дурак. и затем Бог сказал слышим голосом я хочу чтобы ты людям говорил об Иисусе. И только пару месяцев после этого я пошел в библейский колледж. потому что я уже был призван к библейскому колледжу. Но мне нравилось больше выкуривать и зависать с друзьями. Еще повторю. мне нравилось курить марихуану больше и с друзьями завелся больше. Это было глупо. Ну такое состояние мое было. И как я скажу Бог может говорить к людям даже если они что-то неверное делают. Мы можем помолиться о людях чтобы Бог мешался в их жизни. Бог видит сердце людей а не только поведение. И Господь знал что у меня за сердце. И Он не одобрял всего того что я делал. Все еще Он не одобряет всего того что я делаю. Поэтому нужно осторожным быть и не судить людей по внешнему облику. Но как говорится судить свой дом праведным и видеть сердце человека. сколько очень много людей в мире мы можем достигнуть. Если бы у нас были глаза которые видят то мы бы увидели их сердце. и сердца многих из них хотят хорошего доброго они не знают Господа. Но мы можем их достигнуть. Но если мы становимся религиозными ой ничего я не могу с ними общего иметь потому что они курят то и это и делают то и это. Раньше в Истанбуле я посещал одного мусульманина которому свидетельствовал. Когда я ехал в Турцию я всегда шел к нему в гости. И он владелец очень известного отеля. И во многих международных журналах его постоянно печатают потому что очень красивый и декорации это просто красивый ботик отель и в этом отеле есть коллекция ковров различных и обычным гостям не позволено посещать этот музей. Там его офис находится. но без стола то есть другие люди работают на него там. Огромный такой чердак и там очень много различных ковров таких предметов собранных со всех уголков земли. и я шел туда к нему мы там вместе общались проводили время и он курил траву и мы говорили о жизни и мы начали лучше друг друга узнавать и он спрашивает что ты делаешь я говорил я библейский учитель о да как те которые по телевизору показывают ну типа таких ой мне очень нравятся такие люди и просто у нас начались такие разговоры и он всегда свою траву курил и каждый раз когда я к нему гости шел у нас всегда разговоры были у него очень красивое сердце но его поведение во многих планах неверное как вы думаете может быть Иисус пришел спасти погибших я не думаю что ну я не слышу что проповедь такое я слышу проповедь Иисус пришел спасти погибших но я не слышу проповеди такое что Иисус пришел найти и спасти погибших поэтому если мы следуем за Духом Господа Он будет нас вести к взаимоотношениям с теми людьми не знают Господа которые все еще делают плохо и они нуждаются в ком-то кто станет их другом ну конечно я не могу с ними траву тоже закурить но я могу с ними сидеть разговаривать и они в это время будут курить и большинство фрик от пасторов церкви просто бы отморозились по этому поводу представьте себе я выхожу с этого офиса его и весь пропах этой дым выходит из двери я спускаюсь вниз а там два ходатая стоят внизу из моей церкви и они смотрят на меня и они меня нюхают поэтому Бог может обращаться к нам различными способами знаете что мне нравится вообще в отношении Бога я бы сказал Иисус такой классный чудак но я серьезно я думаю если бы Иисус где-то ходил и зависал рядом он бы вам понравился люди с ним смеялись они с ним ели пили вино они же не просто так каждый раз его увидели о Иисус Иисус ну да мы можем поклоняться но в то же самое время он смирен как вы думаете он все еще смирен я думаю да я думаю из этого мы его уважаем и любим так представьте можете меня просто плачет такого Бога представить так что вы захотите пообедать с ним и захотели быть рядом с ним и должен быть честен что часто мне больше нравится быть людьми из мира чем с большинством христиан мне нравится Татьяна и Валентин но большинство людей которые заняты служением мне не сильно нравится быть в их общении присутствует большинство большинство в церкви служения они такие скучные мне просто не нравится вообще рядом быть они постоянно говорят о чем-то таком возвышенном что-то небесном никакой связи нет с реальностью я думаю что Иисус был связан с людьми таким образом что Он давал ответы в их жизни проявлял сострадание и им нравилось быть вместе с Ним какому Иисусу ты служишь мне нравится тот от которого я здесь читаю я же вам не притворяюсь не придумываю историю почитайте Евангелие сами увидите просто очки розовые убирают с глаз от такого странного образа мышления и вы увидите того которого вы влюбитесь и скажете я такому Богу служу а не такому который говорит что постоянно делать потому что мы плохие вообще но Он показывает нам путь и помогает нам в наших проблемах поднимает когда мы падаем обеспечивает наши нужды и давайте погонимся Ему сейчас поднимите руки Господа Господь ты такой чудесный замечательный Господь благословляем тебя Господь открой глаза чтобы видеть тебя любить тебя быть с тобой благословляю тебя Господь спасибо Господь спасибо Господь спасибо Господь халлилуйя спасибо Господь мы благословляем тебя Господь никто не сравнится с тобой сделай нас как ты спасибо Господь халлилуйя разы Бог не благ халлилуйя спасибо Господь мы любим вас Господь спасибо Господь спасибо Господь одна из моих любимых историй Библии когда Петр предал Иисуса а потом можно сказать что Jesus made breakfast for him то есть Иисус вошел в ад в воскресе был распят прошел через стену он также за это время смотался на небесах к Отцу и приготовил завтрак здесь приготовил рыбку там тосты замечательно разве то не чудесно у кого такой Бог вообще с кем можно сравнить его славим тебя сделай наши сердца открытыми реальными и видеть тебя Господь как я вам говорила истина эмоции поведения когда истина приходит в ваш разум она прикасается к вашим эмоциям независимо мужчина или женщина это влияет на ваши эмоции для хорошего или плохого то есть есть слезы радости и слезы и печали и эмоции они неплохи сами по себе и Бог хочет чтобы мы проходили через эмоции Иисус плакал если Он смеялся мы можем смеяться это здоровое поведение Бог не хочет чтобы мы все свои эмоции внутри когда закрывали чтобы мы были свободными так как это проявление здоровых эмоций что пришла жизнь пришло исцеление и Бог создал нас для того чтобы проявлять эмоции просто чтобы не были эмоции извращены и контролируемы не тем духом давайте еще один способ просмотрим как Бог говорит через власти не похоже на марихуану запах такой пошел я только недавно был в Амстердаме три дня пошел в магазин там где продают марихуану я хочу сказать что марихуана больше у меня не искушение не искушение для меня когда мне было 15 лет это меня привлекало но не сейчас я хотел пойти посмотреть кто покупает ее кто курит ее я заказал пару чашечек кофе и наблюдал за этими 18, 19, 20, 25 летними ходят, выходят, выходят то есть это нужда такая у молодежи даже не было старше 25 лет вообще там о чем это вам говорит что эта группа готова для Господа они ищут чего-то они хотят жизнь испытывать они хотят что-то прочувствовать это называется духовная жажда они ищут, но ищут не в том месте но они не знают где же правильное место и не надо неправильно интерпретировать то, что вы видите вы видите, что люди что-то неправильно делают и говорите, а, плохие люди в некоторых случаях это голодные люди жаждущие, они что-то ищут вот жатва Иисус сказал, молитесь, чтобы глаза открыли чтобы жатву убедили что жатва всегда существовала если люди в Одессе не приходят в церкви потому что люди из церкви не видят что есть жатва потому что жатва здесь всегда всегда есть жатва не позвольте, чтобы дьявол вам солгал всегда есть жатва просто что-то неверное мы делаем все в порядке ну, Бог на нас не злится, Он хочет чтобы мы просто увидели чтобы мы увидели жатву чтобы мы увидели жаждущих людей просто надо прекратить это практика церковная или быть церковью быть в церковь это хорошо но иногда просто вам скучно от этого станет бывало-то кому-то скучно от того, что где бы я ни шел где-то на 80% всех церковных служений меня в скуку заводят хожу ли я в церковь? да, хожу хожу ли каждую неделю? да, хожу ли я в каждую неделю? верю ли я, что я должен быть там? да, верю абсолютно должен быть там но все равно это не препятствует тому что это иногда надоедает и знаете, почему жизнь становится скучной? потому что мы начинаем проводить служебные службы и мы получаем фокус от этого я имею в виду извините наш фокус не на быть в церковь а на делать в церковь поскольку наш фокус становится не тем, чтобы быть в церковь а тем, чтобы делать церковь очень такая маленькая разница деталь, которая отличает ну, неправильная реакция была бы сказать ну, церковь скучная вообще утомительная поэтому не буду ходить вообще, это неправильный ответ просто церковь нужно изменить молиться об этом и принимать участие и помочь сделать ее более реальной и усовершенствовать поэтому власть на греческом слове епископос что значит покрывать потому власть церкви как зонтик не для того, чтобы быть таким папством маленьким но быть покровом для того, чтобы дать духовную защиту крыша, она не поддерживает стены но наоборот крыша защищает чтобы что-то не проникло внутрь поэтому духовная защита духовный покров дает защиту и препятствует проникновению плохого внутрь поэтому мы нуждаемся в духовном покрове и по этой причине Бог дает духовную власть потому мы должны быть посвященными членами в церкви и если вы не посвящен церкви то у вас не тот же духовный покров все со мной? потому что Бог так действует это Его план такой вот Писание некоторые евреям 13.7 и притча 15.14 и притча 24.6 иногда очень просто ясно Бог проговаривает к нам через духовные власти в нашей жизни если у нас возникают проблемы с властью если нам принесена была какая-то боль властью то очень трудно принимать это от власти и нужно узнать признать то что Бог говорит в нашей жизни через властью вы молитесь о том чтобы Бог проговорил к вам и вы говорите Господь я бы хотел ангела либо слышимый голос и Господь говорит нет спасибо извини в этот раз я буду говорить через власть поэтому не вам выбирать каким образом Бог будет к вам обращаться просто ваша задача в том чтобы распознать когда он вообще будет говорить Бог разбирается с нашим сердцем иногда он говорит через тех людей которых мы предпочли бы вообще не слушать еще хочу показать одну вещь царство от сатаны пирамида он хочет все держать в контроле сам он наверху вот так его царство действует чтобы весь контроль в своих руках сосредоточить пирамида власти и он на верхушке пирамиды так работает его система разные уровни царство Божие не должно быть таким же ничего нет плохого чтобы была организация или какая-то структура но она не должна быть создана для того чтобы контролировать людей но наоборот чтобы служить наилучшим интересам людей это два различных духа то есть организуем что-то для того чтобы лучше служить и увидеть нужды людей и для этого требуется организационная структура и цель чтобы служить людям а не контролировать их не для того чтобы строить пирамиду власти и наверху которой будет находиться маленький Папа Римский аминь как Иисус сказал те кто великие люди в мире узнают их потому сколько человек на них работает он также говорит что великий самый в Царстве Божьем он будет слугой всем и часто Господь к нам будет говорить через духовные власти и это проверка нашего смирения я хочу чтобы ко мне каждый день приходил ангел нет он будет говорить через того духовного лидера который тебя часто раздражает но он будет говорить не только через этого человека потому что тот человек не Бог потому он будет и другие способы использовать и мы говорили уже о трех способах как Бог говорит и еще шестнадцать нам остается он он не он он Продолжение следует...